так олег везетно пишет ли они здравствуйте выпасе земляки буду рад обмениться опытом брянский район село новоселки деревня до смоленка 200 километров там недалеко от вас сад погиб этой зимой находится на трассе подчеркиваю олег олегович мизин он у нас шофер дальнобойщик там недалеко от вас сад погиб этой зимой находится на трассе метра 3 на границе сухинического и мещовского района думаю они просто и уже закупили по дешевке получили тогда конечно рассад погиб на умудриться погубить сад для меня брянск это казалось между мной и африка идет посередине вот так образом лабасов олег мезин врат знакомства я живу десногорске еще ближе к вам чем смоленск получается олег мезин да мы к вам как-то перезяли за бельком мальком карпа мальком карпа лет семь назад лабасов у нас водохранили серебра заводится жалей его из твоего напросился к вам на рыбалку просадки слышал что погиб виктор здравствуйте валяйка стеночке близится пара сертификации с этим пишите сроки сертификации разных культур спасибо так если очень очень коротко отсчет ведем от времени посадки вы задумали места разные где-то цветут деревья где-то лежит снег отсчет ведем от того когда земля оттает на стеклопаты вы примерно знаете когда она вас заплачет березы второй второй как бы принцип вот в это время позже нельзя они просто будут лежать и многие не знают что пропустил время посадки и сертификации посадки она не взойдет вот даже можно ошибиться сертификации допустим из адух месяц в месяц или три месяца но если пропустили время посадки не взойдут это закон природы просто этого никто не знает поэтому вот у вас только начинает все распускаться у вас под земли из семечек там трава все что вот дает семена вот они вдруг показались в это время ваши косточки семечки тоже должны зайти в это время позже уже не зайдут все так устроены природы значит берем от отталкиваемся от срока сертификации я говорю и дворе феврале это условно от времени посадки два месяца до априкосов 33 с половиной месяца для слив для вишен для груш те же два места для яблок один полтора места но надо следить чуть ошибаетесь с лазностью или с температурой могут зайти раньше и к моменту посадки уже быть практически непригодны а могут не взойти так не хватило влажности например чтобы вот так вот раз и лопнуть а вы потом давайте уже поливать когда высадили а поздно то есть два месяца для абрикосов 33 с половиной для слив понятие условно у меня как бывало особенно когда с другими без дела у меня взошли все венгерки где не взошло ни одна оренхлода другой у меня взошли все оренхлоды не взошла ни одна венгерка понятно они разные так но на это еще влияет температура хранения влажность так регион и что они за разом поднимают эти семена ведь посадишь там где плохо тут загляну принципиально не взойдут видите сколько проблем и тогда я радуюсь когда я достаю с холодильника они песке я высыпал вот они живые проклюнувшиеся и вот именно вот эти живые проклюнувшиеся еще не наступило время посадки раз снег выпал тогда горшок но в холод холод а если время посадки пришло никаких горшков это болезнь посадить по горшкам я никогда этого не понимал мало того друзья вспоминайте это сейчас красить будут ученики называется в горшках все лето держат они растут хилыми болезненными если уж горшках вот бывает некуда садить все у меня стройка у меня переезд тогда закапайте запады со землей все вот так вот короткий суток закончен доклад закончен так теперь уже скоро конец а вы те же три часа все пять минут перестарались так 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 как мак ответил олег олег ну-ка чего пишите я тоже рад что в живую будет возможность поговорить на доме ски не только с макаровым но и за гимненомышленниками макарова это александр у алексей вот это и в европе мне кажется что если и не первые то впервые его уже никого нет, так Виктор, опыт, начало января персик, слива, вишня а ну-ка, ну-ка, это про царификацию, как я люблю других читать начало января, персик годится, слива годится, вишня годится, остальные через месяц ну все как у нас мысли сходятся не сказал у кого так все одинаково у нас получилось, Олег Олегович про погибший сад, имел ввиду на границе Сулханического и Мещевского района это Калужская область ой, как это стало нормой у некоторых людей сады, растут которым 40-50 лет, у нас они не знали что надо обрезать, они не знали что надо уложить туда перегной чтобы сгноить корни, они много чего не знали, они не знали что надо это, скалечить ой, все, проехали уцелел 1-2% это саженцы, которые я наблюдал мимо проезжая одним словом, продолжали загибаться саженцы, заезжали в моем саду чувствую себя прекрасно ни одного выпада вы дали выводы делать сами так, чувствуете разницу трасса М-3 граница с Сулханического и Мещевского района так его и не видно он выигрыш первый уже год посадки вы представляете, целый сад да что они думают-то там на глаз не сеньга или это какой-то дурачок деньги угробил или это казенные деньги и тогда не жалко и у меня еще будет знаете, что у меня еще будет у меня впереди привет, Людмила у меня впереди еще один телемост он очень людям понравился в Финляндии толковый телемост что мы тогда узнали я чуть ли не с презрением относился к финским садам и к финским настижениям ну да дальше яблоки почти не пошли я же не буду про смородину говорить да, это понятно но все-таки Европа качество я уже приготовил фотографию Людмила мне помогла писала фотографии мы будем сравнивать я помню тема это я удивлялся 3, 5, 8 тысяч саженцев думаю как они финны наши их все равно загромят понятно они их якобы привозят в Ленинградскую область оказывается действительно привозят но у них качественные саженцы они не совсем качественные по железу но по крайней мере они настоящие а не с Финляндией а там извините я помню со школы что там полярный круг рядом но чуть ли не пополам ее пересекают в Финляндии если со школы помню страна викингов и этих самых вот финно-угарцев так вот я хочу сказать что я был для меня финское садоводство и финское саженцы были открытием я с таким легким презрением к ним относился как по 8 тысяч продают вот Сергей по 1000 продать не может по 8 так по крайней мере фирма это настоящая мне еще знаете Людмила чего не хватило нужно еще фотографии еще потому что я издаля увидел саженцы мощные рослые в горшках я штабы не видел похоже издаля что они все таки штабы искусственные делают а это все таки сильно снижает их ценность если у них искусственный штаб то тогда они не стоят ни 8 тысяч согласно тарифу ни 5 тысяч и ни 3 тысяч если у них штаб хотя это еще не смерть если все остальное в порядке вот поэтому мы впереди ребята вебинар мы подготовимся лучше с Людмилой наш человек Финляндии вот поехали дальше так 10 гектаров угробленный лес да твою мать спасибо за интерес вебинар вам спасибо Елена пусть мы где-то поспорили но мы с вами это мы одной крови Олег Константинович нам как отец который если пожурит то по-отцовски так Яковлеву спасибо Яковлеву про сертификацию у Сергея Серевошка посмотрите просто великолепно все объясняют гражданин Серевошка Сергей Сергей друг где ваша это про сертификацию да с удовольствием посмотрю и распространю почему про это я ничего не знаю что у вас есть материал про сертификацию Олег Олег Леонид главный весной когда чат таять снег от грибики от колебошейки груши и абрикосов да все правильно так Лао Басов Леонид да я про это помню есть горький опыт по незнанию сгнаил абрикос который был посажен в ямку и периодически манчировал когда кандидат наук крупнейшей газете тогда она была крупнейшая белорусская газета Толока и это ж надо было плакаться плакаться я уже фамилии не буду я кандидат наук прошел лет 10-15 я потом ее чуть ли не съел уже я так удивился когда мою статью где я ее извините с землей сравнял тоже напечатали но у меня был это вот как вот здесь словасы пишут горький опыт у меня был горький опыт и у всего Саеногорска был горький опыт и вдруг у абрикоса слабая корневая шейка на выпривании и тут же рисунок вот такой вот посадка и ни слова про пометить где хранилась шейка чтобы не заглубить ни слова что все проехали так смотрите еще кто-то пишет так Лобасов пишет который пишет ребята подождем смотрите самый упорный 40 человек 4 часа ничего не уходит до второго четвертый час Кристиана Алексеевича Ребрик на месте что значит старая гвардия что значит настоящий журналист так а вот он пишет дальше из-за этого имеется ввиду грустного опыта вышел на Валерий Константинович спасибо у нас саиногорцы тысячи роскошнейших абрикос они умирали у нас климат сухой у нас склоны люди пытались знаете как вот уже выдолбит вот склон вот такой вот у нас есть склоны вот такие вот такие вот такие и тут же чуть ниже там 5-10 сантиметров скала горная дача абрикосы были помните мой фильм про 2016 год где я по рынку хожу я же это не придумал этот фильм это же не актерам я показывал еще тогда были роскошные и уже 5-10-15-летние абрикосы сгнивали потому что какой бы ни был сухой климат как бы не сходила вода ну умудрялись все таки выдолбить я умудрялись у многих еще были урожаи хорошие урожаи они объедались абрикосами а потом константин почему он мертвый мордой извините за выражение люди не виноваты поэтому не морда нет это грубо очаровательным личиком женским допустим или там мужественным мужским личиком я тыкал в эту самую в ямку что ж ты натворил то почему ненавижу не этот самый не эти журналы газеты так надежда ой не вы один ребята пока будут писать я не в этом пожалуйста отключайтесь у нас демократия я вот сам газете читал что в России победила демократия так что про демократии хотите выходите из этого из нашего круга а нет терпите будем дальше вот Лобаса пишет Медзина пишет Надежда пишет вот я завел людей вот она настоящая садовая судьба я много сегодня не показал вот как я хотел вам показать они сейчас учат убивать сегодня сейчас так читаем Надежда не вы один голова уже седая сад мрет и мрет учителя не туда увели какие нахрен учителя они ничего сами не вырастили своих садов нету ваших учителей Олег Мезинов так же и я гробил пока не узнал про Валерия Константинович единственное деревья которые в моем саду не болели это вишни которым никто не подходил секатором и росли они не в ямке так как их сажала бабушка которая не было сил выкопать глубокую яму вот так же и я не было ни сил ни времени оставил эти деревья оставил пошли вы это пропадайте вы ни одно не пропало так Лобасов сейчас распространяю его опыт у нас в местности благодаря рекламе сотрудники на работе купили саду сына Валерия Константинович за все годы сегодня к саду погибло и то знаете есть гепатогенные зоны ни один человек не может гарантировать что у него будет 100% 100 саду и 100% будут жить будучи проданы по всей России садят и где близко к грунтовой воде метре полметра садят и где глина садят на самое на самом на ветру вот и все-таки саженцы я же еще 5 лет назад сам продавал все-таки саженцы железа это лучшее что есть на земле если бы это поняли ватимирязевцы Мичуринский институт можно было бы такой сад создать 5 лет чтобы это то что я показывал чуть ли не единичное да сад господи 30-40 соток это может было не 30-40 соток 30-40 гектар я же уже и даже сейчас еще не поздно но уже 30-40 уже не засадишь многое вам продано разошлось по стране ну еще год накидывал а потом раз продается этот самый наконец земля продается мол студентам нечем денег нет чтобы студентам языках сказали 25 гектаров мы отдаем продаем потому что эти 25 гектаров вырученные деньги интересно сколько из них будет украдено мы будем студентам учить чему учить-то когда земли нет чтобы выручить а если бы эти 25 гектар да железов да это самое Елене Савинич ну представляете что бы было проходит 5 лет молодой сад все практически заединивеским с исключением плодоносит на молодых деревьях огромные плоды никуда не ведется единственное что какой-то год можно потерять только из-за вдруг случайных заморожка минус 10 минус 5 минус 10 все-таки роскошь вот и вот это и вот представляете все это плодоносит или даже когда все цвету все белое подгоняйте эти самые бульдозеры давайте подгоняйте подходит 10 бульдозеров чтобы эти 25 расчищать подстройку очередной там очередной этот самый гипермаркет вот подгоняют а перед ними цветущий сад вот так я себе представляю ладно идем дальше так Валерий Костылович почему Сергей не занимается черешни не продается это особый случай я тоже я скажу только коротко лет 20 назад я десяток первый 10-20 я быстро вырастил по двое вишни я у меня уже вишни черешни были привычены они еще были молодые и я привил на продажу два десятка судьбу большинства не знаю но я умудрился в красном хуторе я даже фамилию называю чтобы это было там новому русскому фаулю владелец этих самых лесопилок я продаю пять черешин которые специально для него представляете листья на маточном дереве у него вырос вишни вот с таким листьем с тех пор не связываюсь а он пришел губа вот такая смотрит на меня как на мошенник это я честно говорю это история сибирского садоводства один из глав из сотен глав больше не связывался вот наоборот Чернобаев смотрите он у меня веточки взял вишневые с подвоя с подвоя подчеркиваю на которые привиты черешни он взял вишневые и у него выросло три мощных вот такими фотография я ничего не привлечу вот с таким стопроцентной черешни две растит одно в трех ведерном горшке вот такую привез прям это как сказать для того чтобы сохранить ком земли все я посадил у себя на следующий год стали вишнями все ребята я ответил на вопрос вот это не значит что нельзя вырасти это значит что над ним еще надо было работать и работать я это называю блуждающие гены вишня они же настолько близкие родственники как видимо мороз хочу черешни с перепугу становиться вишнями как только я почувствовал тепло вместо вишни вырасти вот такие все вот как мог ответил почему я и Сергей не занимаюсь черешником а еще основные покупатели все равно прежние то есть Каннск Ачинск Красноярск Минусинск Абакан ну чуть-чуть редко единицы Томск бывают еще Шира ну и чуть-чуть даже Северный Красноярск ну куда там черешник замерзнет 100% большинство из них хоть на пару градусов на холоднее позорится все на этом наверное все как мог ответил друзья мои что-то мы с вами заговорились ну вот мне понравилось сегодня вот это вот что это был разговор диалог что он был посмотрите что мы натворили видели он был неравнодушный вот мы затронули даже веру вот сегодня историческое событие когда-то оно войдет в учебники потому что вот эти страшные цифры 10 триллионов клеток и что в одном поколении при если брать эволюцию должно появляться везде везде растет во все стороны любой организм живой если получается землеродка превращается в здоровое крысо у нее и зубы и ноги и хвост выросли и вот эта дурь что каждое поколение миллион чисто специфических хвостей одним в зубах другие клетки и вдруг это прибавляется эта дурь называется эволюцией это придумать такое взяв не сложив не поделив эти цифры 10 триллионов на эти самые на 100 миллионов лет я даже увеличил не в 65 миллионов а в 100 а то цифры были бы еще круче вот вы сейчас присутствовали это уникальное событие единственное в своем роде вы присутствовали при мировом открытии когда происхождение видов напечатал этот самый Дарвин это был шок дикий но тогда было наивное общество нужно было они устали от церкви они устали от церкви им надоело все и ходить в церковь потому что им требовалось ходить в церковь вот в этих самых Великобритании пороли детей только попробуй там что-то где-то не так Великобритания заняла почти весь мир Великобритании заходит солнце помните Канада Австралия Идея и прочее почему пороли детей вырастали настоящие мужчины они вот эти сопливые как сейчас которые за женщин заступиться не могут мужики и воины и вот я к чему говорю тогда люди устали я просто объясняю они устали и от Бога они устали от религии она запрещала она ставила такие рамки и думает вот это когда-то религия стала основой цивилизации потому что до религии до этой кровь лилась рекой грабежи убийства не было никакой морали и людей постепенно постепенно пусть да пусть она пошла из этого от евреев пускай но она захватывала целые страны она превращала людей в цивилизованных они боялись что-то делать не то потому что боялись в Диену Огненную боялись не попасть в Царство Божие боялись что потом всю жизнь где-то будет это самое на сковородке жариться причем на полном серьезе представляете каково это в котлецке пяще смолой сидеть этим тысячи лет все это было а потом Дарвин им дал свободу ем мое теперь не надо бояться Бога то нет и теперь пошло и опять пошли кровь войны и с каждым поколением и с каждым десятилетием и с каждым столетиям еще кровавей 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 дошло до того что в один год убивали миллионы людей по всей планете Бога то нету и 21 век президент этот не буду фамилию называть целуется с иерархом и тут же целуется тут же целуется это самое церкви стоит со свечками а его бомбардировщики и его артиллеристы уничтожают современный город Донецк с женщинами и детьми и они сидят в подвалах при температуре 0 градусов с детьми с новорожденными дети плачут жрать нечего вот это вот при этом целуется почему потому что церковь это чисто внешне это вроде бы часть цивилизации а в душе знают точно слава спасибо Дарвину Бога то нет значит можно преследовать свои цели ценой гибели миллионов людей причем ладно бы воинов воины должны гибнуть если в чужие государства не должны но могут потому что государство и готовило к этому оно их кормило поило до сыта и и работать не заставляло только чтобы однажды отдали жизнь это ладно но женщины дети старики представляете вот что такое Дарвин вот почему надо сейчас отменять его и опять к Богу возвращаться сегодня вы присутствовали при уникальном случае вы первые которые знаете что Бог есть после этих самых десятилетий столетий невежества ладно все у нас все меньше и меньше но зато мой брат вырежет и этот кусок пусть это такая вот такая речь вот этот кусок пусть отдельно попадет в Яндекс вот и тогда нас уже сторонников будет не десятки не сотни а тысячи все друзья до свидания спасибо что дослушали вот спасибо вот он Юрий Железов он один из тех кто продвигает с удовольствием вот естественно бескорыстно все друзья пока 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 прощаюсь с вами на сегодня надеюсь и навсегда встретимся опять встретимся мы с вами следующий понедельник 20% рассказал от того что хотел рассказать меня не переделаешь сегодня мы вернули Бога хотя бы в наши души немногочисленные до свидания вот до свидания я прекращаю дозволенные речи как Таша Херезан остановить трансляцию до свидания